Девушки отдыхают... 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 Это изоморфиза, соответствующий базисовый 1ВМ. По этой теореме у нас любой базис векторном пространстве 2ВМ задаёт изоморфизм из КН 2ВМ. Вот, мы используем эту наступку. Здесь. И даем здесь снова мой. Так. Тоже это маскизм. Тоже это маскизм. Так. Формулу для F мы уже, в общем-то, знаем. Просто нужно W заменить на V. И аналогично формулу, выключим формулу для F с волной. Ф волной, применённая к вектору. Формулу для F1. Формулу. Вот, и мы... Тогда решили рассмотреть обратный изомархизм, F-1, S-B, H-N. И рассмотрели их, и рассмотрели композицию. Мы рассмотрели какую композицию, где взяли? F-1 на F-1, S-1. Это будет изомархизм из... КП в клавяне. Из этого, значит, у нас есть изомархизм. И из этого нам нужно вывести, что F-1. Кто-нибудь, может быть, придумал как вывести? Ладно. Тогда докажем. А может это, потому что это бинекция? Бинекция. Это бинекция, но... Это бинекция. Например, вы вообще знаете, что можно установить бинекцию между R-2 и R? Существуют бинекции, но не линейные. Нужно использовать... Это бинекция, но кроме того, линейная. И из этого мы выведем, что оно... Что параллайн. То есть, важно... У нас почти все отображения будут линейными, и мы это будем существенно использовать. Мы это покажем в виде отдельной леммы. Пусть... Ж... Изомархизм из КП в КВН. Вот так. Так это рано. Вёртвое рано. Вёртвое рано. Чтобы доказать лемму 1, мы докажем вначале лемму 2. Для любых векторных пространств В и ВВ. Для любых векторных пространств Инъективное линейное выражение. Для любых векторных пространств И пусть 1, УВМ, линейные независимые вектора В. Для любых векторных пространств И пусть 1, УВМ, линейные независимые вектора В и ВВ. И пусть 1, УВМ, линейные независимые вектора В и ВВ. И пусть 1, УВМ, линейные независимые вектора В и ВВ. Итак, сейчас мы докажем лемму 2. Что она говорит? У нас есть произвольные векторные пространства В и ВВ. Линейное отображение H из В в В. Мы выбираем любой набор линейно-независимых векторов К1 и КМ. В пространстве В применяем к ним отображение H. Получаем вот эти вектора в пространстве В. И лемма говорит, что эти вектора тоже линейные независимые. Доказательство лемма 2. Пусть эти вектора линейные независимые. Ну, точнее, пусть рассмотрим линейную комбинацию этих векторов, которая равна УВМ. У нас какой-то набор элементов поля. Такой, что линейная комбинация векторов H от Уитая с этими коэффициентами равна 0. Закажем, что все эти, тогда все эти элементы поля равны 0. Согласны, что нам нужно доказать уменьшую линейку? Нет, чтобы доказать уменьшую линейку. Итак, мы хотим доказать. Нам дано, что У1ВМ линейные независимые. Мы хотим доказать, что вот эти, что после применения линейного отображения H, эти вектора будут линейные, что вот эти, что их образы после применения отображения H будут линейно независимы в W. Мы хотим доказать, что эти векторы линейные независимы. Для этого мы рассматриваем, мы предположим, что какая-то линейная комбинация равна 0. И нам нужно доказать, что это возможно только для тривиальной линейной комбинации. То есть, у этих векторов линейная комбинация может быть равна 0, только если все коэффициенты линейной комбинации равны 0. Вот. Хорошо. Есть идеи, как это доказать? У вас уже должна интуиция начать работать, как доказывать подобные отображения вектора в пространство. У нас конкретное утверждение. Предположение, что O1 поле линейной независимы. И вот мы выбрали, теперь мы выбираем какой-то набор элементов поля, и предполагаем, что это равно 0, и нужно доказать, что все их коэффициенты равны 0. Пользуем, что мы знаем, что O1 дано нам, что эти линейные независимы, и отображение H линейно, и еще инъективно. Ну, значит, вам нужно выработать инстинкт. Если вы видите линейное отображение, вот H линейное отображение. И оно, значит, оно применяется к какому-то вектору и умножается слева на элемент поля. Значит, должен сразу срабатывать инстинкт. Давайте, чтобы получить дополнительную информацию, давайте внесем этот элемент поля и поменяем его местами с отображением, поскольку это допустимо. мы можем H линейно, значит, H линейно, поэтому лямбда итое, H умененное уитое, точнее, это, извините, это называется не инстинкт, а рефлекс, правильно же, биологический. Приобретенный рефлекс. Знаете, помните собака Павлова? И зажигают лампочку, ее кормили, когда зажигалась лампочка, в результате потом начали зажигать лампочку без еды, а у нее слюна. Где лямбда? Где лямбда? Вот. Что-то похожее должно быть на выработы. Вот. Значит, итак, это у нас равно H лямбда уитое, поскольку H линейно. В общем, идея в том, чтобы извлечь, когда стоит такая задача, что-то доказать про линейное отображение вектора, нужно стараться сразу извлечь максимальную информацию, пользуясь линейностью отображений. Вот мы начнем преобразовывать это выражение. Вот так, преобразуем. Хорошо. Теперь еще можно преобразовать, пользуясь линейностью H. Каким образом? Что можно сделать теперь? А, сумма H, это H сумма, да? Да, 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 да. Для любых, поскольку H линейно, для любых векторов Z1, тут скажем нет, нет, Y точно. Игрек один, Y л из В, H примененная к сумме, H, примененная к сумме Y, равно вот такой сумме. Это следует из линейных связок. Можно так легко доказать методом математической индукции по числу F, по числу слагаемых сумки. Итак, пользуясь линейным свойством, мы сумму преобразуем так. Мы выносим H за сумму. Очень, очень. Мы, очень. Играет. 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 Итак, мы, значит, начали с этого разница, преобразовали его так. Теперь, пользуясь линейностью это упражнение H, теперь еще раз, снова пользуясь линейностью это упражнение H и образуем параллельство H. В то-то время из линейности еще такое свойство линейности, линейных отображений, H, примененное к нулевому вектору равно нулю. Я, кстати, это, по-моему, не формулировал точно, а давайте, кто-нибудь может это доказать. H, примененное к нулевому вектору, где здесь ноль принадлежит, ну это нулевой вектор из пространства V, а это нулевой вектор из пространства W. Мы для простоты обозначений их одним и тем же нулем обозначаем, но, вообще-то, это нулевые вектора из разных пространств. Вот, задача. H, любое линейное отображение из W, как доказать, что H, примененное к нулю, равно нулю? А любое отображение, в смысле, инъективное? Нет, вот этот факт верен для любого линейного, здесь инъективность не нужна. Вот этот, это как бы, это лемма-3, пускай, лемма-3. А вы можем как бы представить умноженное? Лемма-3 для любого линейного отображения нам. А можно как бы взять любой вектор и умножить его на stitches? Да, 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 очень хорошо. Давайте я напишу доказательства H. На самом деле даже можно и поступить вот так, можно взять Growing любой элемент алли умножить его на нулевой вектор. А, ну, хотя, да, ну, да, для простоты давайте умножим лямбуда вначале на нулевой вектор, а потом возьмем его равным ну. Итак, по линейности мы можем применить h лямбуда умноженному на нулевой вектор, где лямбда элемент Оля. Получится лямб, умноженный на нулевой вектор, а это равно нулю. Кажется, мы... ну, впрочем, да, это еще одна задача, кстати. Почему? Кто-нибудь может объяснить, почему умножая нулевой вектор на любой элемент Оля, мы всегда получим ноль? Потому что мы его каждый компромет умножаем на н. Это... вы... вы говорили правильное рассуждение для случая пространства KN. А у нас способен. А если пространство KN, то да, ваше рассуждение работает. А здесь речь идет о пространстве векторном любому. А, блин. Причем даже не обязательно конечномерном, вообще любому. Можно пользоваться только свойство... только определение векторного пространства. На KN же мы можем построить изоморфизм в этом? Нет, нет, нет. Мы... этот факт верен для любого векторного пространства, необязательно имеющего базис, необязательно конечномерного. Можно пользоваться только определением векторного пространства. Давайте я докажу. Ну, если я считаю, что мы говорим даже точку, то изменение... Значит, вы... смотрите, вы говорите аргументы для пространства векторов, допустим, на плоскости. Так? Или в пространстве. Ваш аргумент работает для конкретного примера векторного пространства. Пространство векторов на плоскости или векторов в пространстве. Да, там можно так рассуждать. Нулевой вектор — это только у него начало и конец в одной точке. Если умножать его на число, он останется нулевым вектором. Это правильное рассуждение для пространства векторов на плоскости и не в пространстве. Но факт верен для любого пространства векторного, вообще любого. Произвольного совершенно. Например, пространство многочленов. Но довольно оно такое... Оно даже... Можно опять рассмотреть пространство многочленов любой степени. Оно не является конечномерным. Так? В нем нет конечного партиса. Тем не менее, даже для него этот факт верен. Ну... Доказательство очень простое. Нужно только вспомнить определение векторного пространства. В — векторное пространство. И мы писали такое свойство, что для любого вектора у, может быть, он какой-то другой, буквой был обозначен. У плюс нулевой вектор чему равно? Такое в описании. У плюс нулевой вектор равно у. Так? Это верно для любого вектора. Возьмем у равное нулю. Тогда... Рассмотрим случай у равно нулю. Тогда получится ноль плюс ноль. Это мы складываем в векторе здесь. Оно нулю. А теперь это равенство умножим на лямбда. Лямбда умножить на ноль плюс лямбда умножить на ноль, но лямбда умножить на ноль. Так? А теперь сократим. Теперь вычтем лямбда умножить на ноль и запишем. Можно вычтем вот этот вектор лямбда умножить на ноль. Из левой и правой части мы вычтем вектор лямбда умножить на ноль. А что значит прибавить? Противоположный к нему будет ноль. Да, да, да. Это все очень и очень просто, но нужно привыкнуть. Давайте я нам подробно поспешу, чтобы у вас осталось подробное обсуждение. Прибавим вектор минус лямбда умножить на ноль к обеим частям. Прибавим вектор минус лямбда умножить на ноль к обеим частям. В левой части получится лямбда на ноль, плюс лямбда на ноль, плюс лямбда на ноль, плюс лямбда на ноль. Минус лямбда на ноль, плюс лямбда на ноль, плюс лямбда на ноль. Так. Это по определению противоположного вектора это равно ноль и это равно ноль. Какое да, к обеим частям к обеим частям. Остается, что лямбда на ноль, а ноль и это равно ноль. Ах, ну дай, астань, астань. И, кстати, давайте я заодно введу операцию вычитания векторов. Для любых... Мы ее формально не вводили, такую операцию. Для любых векторов У, В из пространства В большое, по определению У минус В... Как вы считаете, как определить такое? Мы, похоже, такие операции мы уже сделали с комплексными числами. У нас есть, по определению векторовного пространства, там есть операция сложения и операция взятия противоположного вектора. И это заложено в определении векторовного пространства. В определении векторовного пространства не заложено операции вычитания. Там заложена операция сложения и операция взятия противоположного вектора. Для любого вектора существует противоположный. Как, пользуясь этими двумя операциями, определить разность двух векторов? У плюс минус... Да. У плюс минус В. Тут обратите внимание, что левая часть, это содержательное определение. Левая часть была вообще-то не определена. И вот сейчас мы ее определяем, пользуясь известными операциями. По определению векторовного пространства мы для любого вектора В имеем противоположный вектор минус В и умеем складывать вектор. Значит, можно рассмотреть сумму У плюс вот этот вектор и по определению раз это и равно разности У минус В. Хорошо. Мы доказали, мы определили, что такое разность векторов и доказали равенство лямбда. Лямбда умножить на нулевой вектор равно нулю для любого лямбда. А теперь мы... Итак, мы левну 3 доказываем, что линейное отображение... для любого линейного отображения H, применяя его к нулевому вектору, мы получаем нулевой вектор. Кстати, мы уже на самом деле это... по существу уже доказали... мы это уже получаем. Смотрите, мы... мы написали здесь, чтобы доказать лямбду 3, мы написали H, примененное к лямбду умножить на 0. По линейности... из линейности H мы можем... а... а, нет, 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 извините, мы... сейчас я... мы только неправильно написал... Лямбда на H... не-не, я думаю... ошибочка... Да... ошибочка... Ля... А это где? Теперь... вот теперь мы положим лямбда равно 0. Теперь мы рассмотрим выключение лямбда равно 0. 1. 3. 3. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 8. 9. 8. 5. 8. 10. 10. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 10. 10. 12. 14. 12. 13. 15. Лямда 0 равно 0, это мы доказали, но мы это лямбой не называли. Я заставил, я заставил. Можете назвать лямбой. Нет, не заставил. Хорошо, смотрите. Итак, мы имеем вот такое равенство. Теперь мы в нем положим лямбда, рассмотрим случай, когда лямбда равно 0. Тогда мы уже доказали, что лямбда умножить на 0 равно 0 всегда. Это мы уже доказали. То есть это нулевой вектор. Так? А теперь мы лямбда положили равную 0, тогда вот это становится нулевым вектором. У нас в определении векторного пространства заложено, что 0 умножить на любой вектор равно 0. Да? Помните? Еще раз. Вот это, вот это положение равно 0, поскольку мы доказали, что лямбда умножить на нулевой вектор равно 0. А вот это равно 0, когда лямбда равно 0, поскольку нулевой элемент поля, нулевой элемент поля умноженный на любой вектор, это будет равно 0 по определению векторного пространства. Сейчас уточню, точно где мы это писали его при линии векторного пространства. Да, мы не писали про умножения, но мы не писали. А, ну хорошо, да, не писали, действительно, да. Давайте докажем тоже полезное упражнение. Лямбда тогда будет лямбда 5. Это тогда будет у нас лямбда 4. Вот, что лямбда 0 равно 0. Лямбда 5, что 0 умножить на любой вектор равно 0. Лямбда 5. Наталья, видим ли, что ламбда 2. Лямбда 5. Эта тарелка 1. Это всегда на это, чтобы лепаться. В Эта тарелка 1. Лямбда 5. Эта тарелка 1. И, конечно, мы контролируем, что лямбда 6. Лямбда 5. И, конечно. Эта тарелка 1. И ябда 5. У нас лямбда 6. Тарелка 6, 70-ти. И, конечно. Смотрим, что вот мы можем. Нули, как улетаем. В вектором контраста, когда для любого вектора Q, из В, 0 умножить на U, равно 0. Здесь 0 это бедулевой вектор, а это 0 откуда? Мы для контраста 0 обозначаем луги в разный уровень. Догадаться легко. Когда мы умножаем на 0, когда это вектор, это вектор. Здесь стоит вектор 0 вольт. Мы вектор можем умножить на элементы откуда? Из поля. Значит это 0 в поле. Нужно привыкнуть, что 0, символом 0 обозначаются разные объекты. Обозначается 0 в разных множествах. Но легко понять, какой где 0, понять легко. Когда мы умножаем слева 0 на что-то, когда какой-то вектор умножается на 0, значит это 0 из поля. А когда какое-то векторное выражение равно 0, значит 0 из векторного пространства. Так. Доказательства. Мы будем использовать такое свойство в векторном. 0 плюс 0 равно 0 всегда. И это верно. И это верно и в поле, и в векторном пространстве. Вот для векторного пространства мы уже это использовали. Что для любого вектора, вектор плюс 0 равно U плюс 0 равно U. Тогда написано 0. Тогда написано 0. Вот это 0, 0 в поле мы заменим на 0 плюс 0. 0 плюс 0 в поле, это 0 из поля умножить на U, равно 0 умножить на U. Поскольку 0 плюс 0 равно U. Так. Но у нас было свойство в векторном пространстве. Нет, нет, мы не так, извините, мы не так. И у нас было другое свойство. Но мы возьмем 0 плюс 0 равно 0 не в поле, а векторном пространстве. Сейчас. 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 Мы ждем со дням на уроке. Важим. Сейчас. . Иначе еще. А? А эту!!! Алла ржи Итак, Джон Орель Хладкий, в основном? Сейчас. Я хочу использовать вот такое свойство, лямбда 1 плюс лямбда 2 умножить на u равно лямбда 1 u плюс лямбда 2 u. Это свойство, безусловно, верно, и я пытаюсь понять, но можно его вывести из списка свойств верхнего пространства и нужно его дополнительно добавить. Сейчас поймем. Она у нас есть. Да, она есть. А где она? Шестое. Нет. Нет, там не так. Там немножко более. Элемент поля и два элемента векторного пространства. Да, здесь два элемента поля. Ага. Это другое. Сейчас надо посмотреть другой лист. Сейчас стою. Более надежный источник определения векторного пространства. Проверю. А вы пока подумайте, можно ли это вывести из того, что вы уже из тех свойств, которые мы дали, можно ли это вывести? Да. Ага. 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 Это очень хорошее ухемление. Давайте мы видим... А. А, ага. Мы, а, мы это и хотим доказать, а. Мы это и доказываем. Ага. Мы это и доказываем, на самом деле, да? Мы доказываем, что мы... Вот LEMB 5, а? Что? Да да да. Да, мы доказываем лему 5, что 0 умножить на u равно 0, мы это как раз и хотим доказать. А, ну все, на самом деле все нормально. Мы сейчас это как раз и докажем. Итак, мы хотим доказать лему 5, что для любого вектора u 0 умножить на u равно 0. Это мы хотим доказать. Итак, вот это свойство про лямбды, его нужно добавить в определение векторного пространства. Для любых элементов лямбда 1, лямбда 2 из поля определило такое свойство векторных пространств. Теперь мы берем лямбда 1, лямбда 2 равные 0 и пишем такое. 0 плюс 0 равно 0, это верно и в поле и в векторных пространствах. Значит, вот это равно 0. Это будет 0 где? В поле, да. Итак, слева стоит 0 умноженный на u. Итак, еще раз, мы взяли вот это равенство про лямбды из определения векторного пространства. Его нужно добавить в определение векторного пространства. Мы в этом равенстве положили лямбда 1, лямбда 2 равными 0. Написали вот такое равенство. Теперь мы заметим, что 0 плюс 0 равно 0. И значит, слева остается 0 умножить на u равно 0 плюс 0. Вот, мы такое теперь равенство имеем. Так же получается так. И что теперь сделать? Вычислить 0. Да, вычитаем. Вычитаем 0 на u. Получаем. 0 равно 0 0. Отлично. Лемма 5 доказана. Лемма 5 доказана. Лемма 4 была доказана тоже. Лемма 3. Где у нас лемма 3? Лемма 3. Хорошо. Ага. Вот лемма 3. Лемма 3. Аж, примененное к нулевому вектору, равно нулевому вектору. Чтобы это доказать, мы при… применяем h к λ умножить на 0 для любого λ по определению линейного изображения мы можем вынести λ, вот с такой равенства имеем. Теперь мы рассмотрим, теперь рассмотрим случай когда λ равно 0. В этом правильности мы предполагаем, что λ равно 0, тогда под оказанным λ это равно 0 и это равно 0, так получается как раз то, что нужно. Здесь справа стоит 0, а здесь остается h, примененное к нулевому вектору. Получается как раз утверждение λ3. Хорошо. Мы теперь это применим для доказательства λ2. Напомню, что мы вообще-то доказываем сейчас λ2, чтобы доказать λ2, нам понадобилось еще несколько лем, но теперь мы возвращаемся к доказательству λ2. повторим ее. У нас V и W векторные пространства, h инъективное линейное отображение, У1, 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 вектора из V линейно независимые. Тогда лема говорит, что применяя h, у1, у1, мы получаем вектора, которые линейно независимые в пространстве w. что мы сделали, мы переформулировали утверждение так, нам нужно доказать, что эти вектора линейно независимы для этого мы рассматриваем, мы предполагаем, что какая-то их линейная комбинация равна нулю, линейная комбинация с коэффициентами лямда 1 лямда n вот такая сумма, пусть вот такая сумма равна нулю, тогда нам нужно доказать, что все коэффициенты равны нулю это и будет означать линейную независимость ректорологов и мы начали это преобразовывать, пользуясь линейностью h, мы это равенство превратили в это так, потом еще раз воспользуемся мы вынесли лямбда и по h вынесли, а дальше мы h вынесли за сумму, поскольку оно линейное вот мы теперь ищем, что h примененное к сумме равно нулю хорошо и мы знаем, что h примененное к нулю тоже равно нулю еще h инъективно, поэтому не может быть другого выражения под h чтобы да 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 да, значит, еще мы знаем, что h инъективно и так, у нас есть два вектора ноль, значит, у нас есть нулевой вектор и у нас есть вот эта сумма и мы применяя, применяя h к нулевому вектору мы получаем ноль применяя h к этой сумме тоже получаем ноль и при этом мы знаем, что h инъективное отображение значит, эта сумма равна нулю из этих двух свойств вот нужно это продумать каждому что, итак, у нас h инъективное отображение, значит, если если применить h к двум элементам из множества v и в результате получится один и тот же элемент w, значит, исходные два элемента совпадали так, значит, итак, применяя h к нулевому вектору мы получаем ноль применяя h к этой сумме тоже получаем ноль значит, сумма равна нулю это верно только для инъективных отображений h значит, сумма о и от этих лям на и т и у и т равна нулю хорошо остался последний шаг, чтобы завершить доказательство леммы 2 что теперь нужно делать посмотрите на предположение m2 посмотрите на информацию, которую мы получили и что нужно доказать и скажите мне последний и следующий шаг, который вообще-то будет последний потому что линейная комбинация линейно независимых векторов может быть равна нулю только в том случае если да, совершенно верно мы знаем, что q1 qL линейно независимый мы получили, что некоторая линейная комбинация равна нулю значит лямда и т равна нулю для любых, для всех у них что и требовалось доказать и затем продолжаем доказать свой лемму 1 да, 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 да теперь лемму 1 вещество вне и и и вне и вне и и и и и и Рассмотрим два случая. Итак, племма-1 говорит, что у нас есть пространство КП и пространство КН, и изоморфизм из КП, КН и тогда П равно Н. Вот что говорит темма-1. Рассмотрим случай, первый случай, когда, да, будет доказывать от противного. Пусть П не равно Н, тогда возможны два случая. Кучей-1, П больше Н. У нас есть базис, стандартный базис Е1, ЕП. В базис в пространстве КП. Значит, Ж, Ж у нас изоморфизм. Значит, Ж объективно. Значит, Ж объективно. Значит, Ж объективно. Г-2. Итак, Е1, ЕП – это базис КП. В любом базисе векторы линейно независимы. Тогда Ж от каждого элемента базиса. Тогда мы сможем рассмотреть векторы Ж от Е1, Ж от Е2, Ж от ЕП. И что нам говорит Лемма-2 об этих векторах? Что они линейно независимы в КН. Да. Значит, мы применяем Лемму-2 для H, для… Сейчас мы применяем ее подображение Ж из КП в КН. Значит, Лемма-2 у нас рассматривалось подображение из В в В. Инъективное у нас Ж объективно, значит, Ж объективно. Пространство у нас КП и КН. Е1, ЕП – базис КП, значит, они линейно независимы. Следовательно, применяя эти векторы отображения Ж, мы получаем линейно независимые вектора в КН. Так, нам нужно вывести какое-то противоречие из полученной информации, и уже это сделать можно. Припомните, что мы вообще знаем о векторных пространствах, и скажите мне, какое противоречие мы сразу можем получить. Если у нас векторов больше, чем размерность пространства, и они линейно независимы… Так не могу. Да. Линейно независимы. Противоречие… … тем, что… … для любого М больше Н… … у любых векторов У1, УМ, правильно, эти вектора линейно независимы. Мне кажется, что у меня было очень часто это время. В meio бы, что там было очень сложно. В cutting-up пространство, так то можно думать лишь terror свет internship… Отлично. Случай 1 закончен. Итак, мы предположили, что p не равно n. Тогда мы рассмотрели случай, когда p больше, чем n, и получили противовечие. Теперь нужно рассмотреть случай 2, когда p меньше, как ведь обратное отображение, уже n, и плюс 1? Да, да, да. Случай 2 можно свести к случаю 1, рассматривая отображение человек минус 1, которое тоже из анатфиза. Несколько н в кафе. И так у нас. Теперь, ну, тогда получаем противоречие G в минус 1 инъективно тоже, из аморфизм, значит, G в минус 1 и G в минус 1 из аморфизм. Любой из аморфизм инъективен. Применяя G в минус 1 к базе сокрового пространства КН, мы получаем аналогично противоречие, получаем противоречие аналогично кучу 1. Я напишу все-таки завтра. Твари аморфизм инъективно. Двина аморфизм инъективно. И ненависимый в капле. А поскольку вариант больше P, это противоречит тому, что мы знаем. Так. Мы доказали теорему 1. Следовательно, доказали теорему. Да, мы в принципе доказали теорему, но давайте все-таки я сформулирую шаги и доказательства кратковых минут, сколько оно очень важно. И так далее. Итак, у нас на полке что дает теорема, у нас дано векторное пространство В, в нем дан базис В1ВН и какой-то другой базис В1ВП, тогда П равно Н. И у нас была еще теорема, которая тоже нам потребуется, поэтому я ее восстановлю. ВАВТ, ВВВ, векторное пространство В1В, ВН, макетник Идеморфизм, F, из КН, W, Идеморфизм, F, примененное вверху в стопусу, Вверху с 6-0, Вверху с 6-0, Вверху скопу, Субтитры сделал DimaTorzok И мы тут начали уже это доказывать, почти и, в общем-то, свели дело время один, но я напомню. Спасибо. Мы посмотрели по теореме любой базис каёвно-морфизм. Ф. Это изоморфизм из КН в В. Ф. Это изоморфизм, соответствующий базису В1ВН. Ф. Это изоморфизм из КП в В. Ф. Ф. Это изоморфизм из КП в ВВН. Ф. 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 А для F с волной мы формулу выписали. Вот F с волной, применённое вектору в толпцу высоты F равно вот такой сумме. Дальше, поскольку F – изоморфизм, определённое обратное отображение, оно тоже будет изоморфизмом. И мы рассмотрели композицию F с волной и обратного отображения к F. И это будет, по теореме, композиция двух изоморфизмов является изоморфизмом. Мы доказывали это, так ведь? Да. Эта композиция будет изоморфизмом из КП в КН. О, а по линии 1, если у нас есть изоморфизм из КП в КН, то F равно N. очистить з看, причину на лаву м táп. В его рамках будет, собственно, Titans, scientists и дверянные колёвки. Эта композиция будет о shelterленько. Продолжаем. Еще одна теорема. Пусть V1, V2 векторные пространства. Такие, что размерность V1 равна размерности. Да, векторное пространство над одним полем К, вообще всегда все над полем К. И пусть предположим, что размерность, да, они конечномерные, мы еще предполагаем. То есть, напомню, что размер пространства у нас называется конечномерным, если в нем существует конечный базис. И количество элементов в базисе называется размерностью пространства. И обозначается дим пространства. Пусть размерность V1 равна размерности V2. Тогда V1 изоморфов на V2. Это значит, что существует эсоморфизм. Продолжение следует... Продолжение следует... Как такое динозавие? Ну, вроде логично, что мы можем найти там пазис. Допустим, в нем будет N векторов. Тогда мы сможем сделать эсоморфизм с кае. Каждого из и по кондитивности, и... Да, 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 да. Хорошо. Все понятно, но все-таки надо записать, чтобы научиться такие распространения записывать. Ну, на самом деле, обозначим просто N1 равно размерности V1, N2 равно размерности V2. Надежда, да, 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 да. Используюсь! Значит, тогда для каждого i, равного 1, 2, существует и индекс i я буду писать вверху, и это будет базис пространства v и t, сколько в нем элементов? Это я пишу базис пространства v и t, где i равно 1 или 2. Сколько элементов в таком базисе? n? Да. В нем n и t элементов. Следовательно, существует изомархизм. Изомархизм, f и t, океаремия. Любой базис из n элементов задает нам изомархизм с векторным и пространством v и t, существует изомархизм из пространства v и t, пространство v и t. Вот. Хорошо. И теперь мы хотим построить изомархизм g из v1 в v2. Как его теперь построить? Композиция как кого? Аккуратно. Композиция каких отображений это будет? f первого или f второго? Нет. И композицию в первое и второе нельзя взять. Аккуратно. Тоже нельзя взять. Потому что, смотрите, f первое, оно из kn1 в v1. А, сейчас, извините, да, извините, кстати. У нас же размерности равны. n1 равно n1. Это нам важно, кстати. n2 и обозначим это буквой n. Тогда у нас f1 из kn в v1, а f2 из kn в v2. И это изомархизмы. Вот. Хорошо. Теперь вы понимаете, что композиция f1 с f2 не определена. Нужно что-то ответрее сделать. f1 минус 1 или что-то из них. Да-да-да. Нужно как какой-то из них. Надо использовать обратный изомархизм для какого-то из них. Ну, f первого. Так получите свою. Да. мы хотим g из v1 в v2. Для этого нам нужно взять f1 в минус 1. g равное к позиции f2 с f1 минус 1. И это будет иномархизм из v1 в v2. И последнее замечание лекции такое. Я уже говорил, что если два векторных пространства изоморфны, неформально говоря, это значит, что они устроены одинаково. Если два векторных пространства изоморфны, то существует взаимнооднозначное соответствие между ними, сохраняющее линейную структуру. И тогда можно доказывать утверждение об одном векторном пространстве и с помощью изоморфизма переносить доказанные утверждения на другое векторное пространство. А здесь нам теорема это говорит, что любые два векторных пространства одной размерности изоморфны. Вот. Очень полезное утверждение. Сразу, например, можно такое упражнение для вас. Пусть v конечномерное векторное пространство. Н равнообразмерности. Тогда для любого Н больше Н и любых векторов. Скажем, y1, ym из v. y1, ym линейно зависимы. Как такое доказать? Пользуясь тем, пользуясь идеей, которую я быстро забыл, что... Мы можем изоморфить свести к КН. Да. Н векторов КН всегда будет ненавидим. Да. Значит, основная идея такая. Если два векторных пространства изоморфны, то они устроены одинаково. И можно доказывать утверждение, можно взять утверждение об одном векторном пространстве и перенести его на второе изоморфное ему с помощью изоморфизма. Вот это утверждение про линейную зависимость, оно верно для пространства КН. Это мы уже знаем. А, значит, поскольку v имеет размерность N, v изоморф на пространство КН, значит, с помощью изоморфизма утверждение можно перенести и на пространство v. Упражнение для вас. Напишите подробно, как это сделать с помощью изоморфизма. Всё. Спасибо.